Пешеходов на этом переходе на Салимжаново не пропускают частенько, поэтому здесь нередко дежурит экипаж ДПС. Так что на водителей больше ответственности. Именно на этой зебре поздним вечером накануне «Инфинити» наехал на семилетнего мальчика. Его 19-летняя сестра уже почти перешла дорогу, когда увидела, что братишку сбила машина. Девушка бросилась к нему и сама угодила под колеса другого автомобиля. Я увидел ситуацию и затормозил. Девочка выбежала обратно в эту сторону. Руками обкопотно мне так оттолкнулась и убежала сюда, к мальчику. Брата с сестрой с места ДТП увезли на скорой. По словам очевидцев, они отделались ушибами и ссадинами. За пять месяцев этого года в Казани в ДТП 107 детей получили различные травмы. К примеру, 6 июня в Новосавиновском районе под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка. В настоящее время она находится в реанимации. 7 июня 12-летний мальчик в результате наезда получил открытый перелом ноги. Принимая во внимание три последних ДТП, госавтоинспекция озабочена безразличием родителей к своим детям. Когда дети от 7 до 13 лет передвигаются по городу в ночное время суток и без сопровождения взрослых. Обращаюсь с просьбой к родителям, бабушкам, дедушкам, дядям, тетям, опекунам. Не оставляйте своих детей без присмотра. Не позволяйте им передвигаться свободно по городу без сопровождения взрослых. Инспекторы ГАИ напоминают, в темное время суток одежду ребенка необходимо оснастить свето-возвращающими элементами, даже если ребенок передвигается в пределах города. В трех последних ДТП, в которых пострадали дети, виноваты были водители. Однако сотрудники ГАИ напоминают, что и самим пешеходам необходимо быть предельно внимательными. В правилах дорожного движения указано, что перед тем, как перейти дорогу, пешеход должен оценить расстояние до приближающейся машины и скорость, с которой она движется. Ведь даже если едет автомобиль со скоростью 60 км в час, то его тормозной путь составит не менее 30 метров. Светлана Белова, Роман Фенин, Эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.